Добрый день, друзья! Вы на канале прогулки с Натальей. Сегодня воскресенье, 14 августа, и по традиции, воскресный день, я вас приглашаю на литургию в храм. Я приехала в поселок Писачин, и мы пойдем в церковь, очень старинную церковь, освященную в честь Василия Великого. Возле храма находится пруд. Я вам немножко покажу это место. Здесь плавают утки. Очень-очень красивое место. Сегодня большой церковный праздник. Он называется Происхождение или Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господнего. Или еще говорят Медовый Спас. Начался Успенский пост, и он очень короткий, всего две недели. И в течение поста у нас будет три Спаса. Первый Спас Медовый, потом Яблочный Спас, потом Ореховый Спас. Но, наверное, уже пора идти в церковь, так что мы сейчас возвращаемся и идем в храм. А это Гроздья Калины. Они еще не до конца спелые, но очень-очень красиво смотрятся. А вот и церковь Василия Великого. Эта церковь старинная. Ее начали строить в 1823 году. А до этого здесь была деревянная церковь, которую построили казаки еще в 17 веке. Она обветшала, ее убрали и построили вот такую красивую каменную церковь. Здесь очень красивая ограда, деревья, фонарики. Территория очень ухоженная. И мы заходим на территорию храма. Очень красивый вход. Большая высокая колокольня. И наверху на макушке ангел, который трубит на весь свет. Мы заходим в храм, а затем покажу вам территорию этого храма. После службы. На полу ковры. Весь пол услан коврами. И уже готовятся люди к молебну. На столе стоят большие кастрюли для молебна. А на полу люди поставили мед, маковые булочки, водичку. Я тоже поставила свое угощение. Некоторые женщины приносят это угощение в красивых корзинах. С собой несут цветы даже. Это свежий мед, ароматный. Ну и маковые булочки. Есть такая традиция освящать мак. А в этом месте можно подать требы. Священник с Кагилом обходит храм. Давайте мы рассмотрим храм. Очень красиво. Весь пол покрыт коврами. А это крест. Это икона Василия Великого, через которого храм освящен. В этом храме есть такая небольшая рака с частицами мощей и будников Божиих. Это панихидный стол. После службы будет панихида, то есть будут поминать о покоении. В центре очень красивые большие подсвечники, заполненные свечами. Сегодня праздник, людей много. И настроение, конечно, праздничное. Распятие. А это икона Иверской Божьей Матии. Это распятие. Светом немножко освещается, плохо снимается. Но видите, очень красивые. Можем увидеть здесь стопочку Божьей Матери. Камень, не знаю откуда. А это изображение Серафима Саровского, стоящего на камне. Вот сразу видно, что деревенский храм. И очень старый. Видите, какая старая-старая дверь. Здесь еще старый засу. Ему лицо, наверное, не меньше. Я вам хоть немножко поснимаю. Порол. Здесь ключочки на полу, как это было раньше. В деревнях. А вот и сам засол. С другой стороны двери с большой красивой ручкой. И вот такой крючок внизу. Что еще интересно, как в деревенском храме на дверях висят гардины. Прикрывают стекло. А здесь на столе лежат просфорочки. Это их люди оставляют, чтобы потом, после причастия, люди запивали и заедали причастие просфорой. Отец Леонид. Батюшка очень поздоровел. Очень много подсвечников вдоль алтаря. Прямо один за одним стоят красиво. Чтение Евангелия. Отец Леонид читает. Прямо один за одним стоят красиво. Прямо один за одним стоят красиво. Добавляемых. Прямо один за одним стоят красиво. ПЕСНЯ 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 мир, горой. Люди столько принесли меда, булочек. Такая красота. Корзины. В корзинах мед, булочки с маком, вода. Зачем-то яблоки. Не знаю, зачем. Сейчас женщина пройдет, а я посмела. Ой, а где мое? Ага, вот и мое вилло. Я свое, чтобы не потерять потом. Ну, красота, ну, красота. Первый раз такое вижу. Вот смотрите, на столе лежит очень большое Евангелие. Я такое видела только здесь. Сейчас здесь будет проходить исповедь. Батюшка придет, прочтет молитву, и именно на этом Евангелии будут людей исповедовать. Люди ожидают священника. Отец Леонид читает молитву перед исповедью, и затем начнется исповедь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... пока люди ожидают исповедь уже начинается потом от причастия я выйду в отвор и немного поснимаю территорию вокруг храма давайте видим прогуляемся посмотрим здесь очень красивая территория на территории храма стоят скамейки много для того чтобы можно было отдохнуть видите небольшие такие полисаднички красивые клумбы даже овечки и здесь даже есть колодец для того чтобы набрать воды нужно найти кнопочку мне показали уже кнопочку нажать и затем потечет вода из такого небольшого крана как я уже говорила храм этот каменный храм начали строить в 1823 году то из храма на будущий год будет уже 200 лет мы можем просто пройти посмотреть я знаю там конце двора за алтарем есть какие-то могилки давайте мы пойдем тоже посмотрим красивые колонны надо же не выставили 200 лет храму они выставили все это все события и великой отечественной войны кстати здесь в годы войны было был такой концлагерь здесь закрыли советских воинов а местные жители приносили им еду или иногда даже забирали к себе домой признав них какого-то родственника немцы отпускали большой белый крест здесь тоже крест ветер как усилий сегодня крест памяти жертву роду моревы а в конце двора какие-то могилы старые могилы идемте посмотрим окно тропинку я не вижу просто трава и сад я думаю что можно пройтись по траве и посмотреть кто там похоронен одно небольшое надгробие но судя по фотографии здесь похоронен два человека глотков зиновий михайлович судя по фотографии то был священник ведь у него даже орденов много а слева глоткова вера михайловна скорее всего это его жена вот она умерла немножко раньше и такая фотография такая могила рядом еще одна могила надгробие но нет ни имени и фамилии кто похоронен непонятно еще третья могила здесь три надгробия тоже без всяких табличек без всяких имен христиане похоронены возле храма похоронены христиане кто-то даже посадил помидорчики так что тут еще это яблоня такие большие яблоки вверху висят калина так идемте дальше это сторона алтаря дальше идет обычный хозяйственный двор то есть здесь вот уж там показываю как бы шиферная стена да цвет это трапезно и когда здесь престольные праздники то именно в этом месте и кормят людей ну а видите что где сидят на скамейках потому что ждут когда закончится исповедь начнется причастие потом будет молебен на котором будут освещать и наши маковые булочки большого рейха растет возле храма как-то сегодня такая погода смотрю ветер сильно поднялся а утром такого не питание елочки вот так вот здесь красиво хорошо вот посмотрели но теперь наверное уже можно идти очень красивый ход храм тоже колонны до центральный вход и посмотрите вот здесь вот слева мозаика это образ иверской божьей матери и мы же эту же икону видели в храме слева потому что левый предел освящен честь иверской божьей матери заходим храм вот и причастие начался молебен освящене меда воды и другие так много что я не могу ничего снять ПЕСНЯ 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 Заканчивается служба. ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ